Приветствую вас. Заранее прошу прощения, если вам в моем ответе что-то не понравится, вот, это, ну, неизбежно, наверное, неизбежно тому, как я буду говорить то, что думаю, то, что нужно сказать, а не то, что, возможно, вам понравится. Поэтому, простите меня, пожалуйста. Смотрите, во-первых, с подсознательными страхами, как и любыми страхами, вообще, справляться, наверное, не надо, потому что, ну, что значит справиться со страхом, да, страхом, справиться со страхом, значит его подавить. Подавляя страх, вы от него не избавляетесь. Вы, подавляя страх, наверное, только лишь, как бы, аккумулируете его. Вот. И, в общем-то, подавляя его, и в результате чего сублимационные процессы, подобно эффекту воды, не сжимаемости, эффекту не сжимаемости воды, ну, вас просто-напросто могут уничтожить. Вот. Поэтому справляться со страхами не нужно. Дальше. Вы говорите о том, что раздавание с мужчиной сломало вас как личность, и что вы понимаете, что вы его еще любите. Из этого, это приводит вас к определенным страхам, да, которых вы, ну, которых вы не понимаете, чего именно боитесь, да. Вот. И, соответственно, вы знаете, что поскольку вы его еще любите, то, увидев его, его вам вновь станет больно. Так вот. Тот факт, что расставание сломало вас как личность, говорит о том, что вы не были личностью, потому что, если бы вы были личностью, расставание бы вас не сломало. Тот факт, что расставание вас сломало, говорит о том, что вы растворились в человеке и излишне переложили на него ответственность за то, что находится исключительно в вашей компетенции, исключительно в вашем ведении. Вот. И, переложив ответственность, таким образом вы подтвердили то, что вам не было в полной мере интересно, то, за что вы приложили ответственность на человека. Любое, абсолютно любое растворение в партнере связано с тем, что человек недооценивается на себя, недореализовывается на себя и через другого пытается это сделать. Поэтому говорить о том, что расставание сломало вас как личность, ну, не совсем корректно, вы не были личностью, раз, раз, расставание сломало, не были, не были. Вот. Болезненно вам именно по той причине, что в отношениях, будучи в отношениях, вы, приложив ответственность на человека за какие-то собственные элементы, потерпели неудачу в том, чтобы... Ну, потерпели неудачу в поддерживании этого. И именно из-за этой, из-за этого момента вы, ну, вот, как бы чувствуете, что-то чувствуете. Вот. Дальше. Любовь и боль. Как ни странно, любовь не имеет ничего общего с болью, если мы говорим, опять же, с точки зрения психологической. Любовь – это желание человеку что-либо отдавать. А боль – это реакция на невозможность что-то для себя получить. Понимаете? Поэтому, то, что вы его любите, по крайней мере, любите в полном объёме, так, как вы говорите, я не думаю. Я думаю, что у вас есть как некие чувства к нему. Но, помимо чувств к нему, то есть желание чего-то для него, есть ещё и то, что вы хотите для себя через него. Вот. И по какой-то причине мужчина очень сильно связан с вашими желаниями. Ну, это связано, может быть, с импринтом, например. Вы можете почитать в интернете, что такое импринт. Вот. Такое запечатление эмоционально окрашенное. Вот. И речь, как бы, об этом, да. С другой стороны, боль, сама боль, о которой вы также пишете, ознаменовывает собой возможность личностного роста для человека. И если вы боитесь боли, то совершенно очевидно, что вы же боитесь и личностного роста, то есть боитесь развития, то есть боитесь полагаться на себя, то есть боитесь следовать своим чувствам. То есть ставите под сомнение свои чувства, сомневаетесь в них, стыдитесь их и так далее, и так далее. Вот. Ну и, кроме того, скорее всего, спешите. Спешите их реализовать, скажем так. Вот. Поэтому вот эти основные моменты нужно понять, что не в мышцине дело, и не в том, что вы сломлены как личность, а в том, что вы никогда не были личностью. Скорее всего, в том, что вы растворились в мышцине, когда были в отношениях с ним по какой-то причине, по какой-то причине. Ну вот. И сейчас ваша эмоциональная зависимость, она, скорее всего, продолжается, потому что вы говорите, что вот посещаете его страниц, следите за ним и прочее, 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 прочее. Ну вот. Плюс ко всему, у вас, вот вы увидели его фотографии, вас вновь забило сердце, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы увидели, что это О! Я могу вновь удовлетворить свое желание О! Появилась надея, что я смогу быть с ним и получить то, что я хочу. Вот. А что я хочу. Обрести целостность собственную и защищенную полноценность. Но это хорошее желание. Но при чем где другой человек? Вот. Вот. И так, эээ, теперь мы пройдемся с вами по тексту, который вы написали. Эээ, два года назад я расстался с мужчиной. Очень болезненным. Эээ, из-за чего расстались. До конца я до сих пор не восстановился. Ну, без психотерапии не восстановился. К сожалению, скорее всего. Либо очень долго будет. Эээ, сейчас мне же гораздо легче, я не буду писать детали знакомства, и так далее. Это все долго. Ну, вы знаете, в двух словах, детали знакомства даже описать нормально было, потому что это позволило бы понять природу ваших отношений с мужчиной. Опять же, по выбору мужчины можно было бы предположить, какие проблемы у вас есть по гендерам сейчас. Эээ, скажу по делу. Скоро мне нужно будет отправиться в дорогу. Ну, вот что вы определяете. Что дело, а что нет, да. Эээ, скоро мне нужно будет отправиться в дорогу, и я не могу отменить эту поездку. Вот если у вас есть позиция жертвы, понимаете? А жертва в каком смысле, я поясню. Вы говорите, что если вы отмените поездку, то вы подведете своего близкого человека. И, в принципе, у вас можно понять. Но, с другой стороны, вы даете обещание своему близкому человеку ехать в тот город, где живет ваш бывший и бывший мужчина, с которым у вас довольно сложная сейчас взаимодействие. То есть вы даете безответственное, с точки зрения заботы о себе, обещание близкому человеку и расслабчиваетесь за это. Это и есть позиция жертвы. Она же, эта позиция жертвы, то есть позиция личностной безответственности, привела вас к тому, что вы растворялись в отношениях с мужчиной. Вы можете сказать о том, что, нет, ну я не знал, например, что в этом городе живет мужчина или как-то все получилось это спонтально. Да, может быть, все получилось спонтально. Я с вами не спорю. Но как только вы узнаете о том, что в этом городе живет мужчина и у вас есть ощущение, что вам это просто плохо, моментально близкому человеку говорите, что, дорогой, извини, вот так-так, такая-такая ситуация, все. Если человек близкий, он вас поймет. Если человек не поймет, он, скорее всего, не близкий, потому что ему на вас плевать. Все. Но ваша позиция, она такая, что вы загнали себя в клетку. Загнали себя в клетку, свойственно для жертвы. То есть человека, который не несет ответственности за самого себя. Дальше. Я поеду, и поеду я в город, где проживает мужчина. У меня когда осталось не так много времени, до поездки стало усиливаться чувство страха. Я снова вижу, почувствую и почувствую преснюю боль. Это будет плохо. Но если вы почувствуете преснюю боль, это цель означает, что проблема не проработана. Боль не принята, а вы лично не выросли. Так что пусть будет больно в этом смысле. Это, по крайней мере, даст вам мотивацию и стимул для личностного роста. То есть от боли не надо бежать. Понимаете, вы боитесь боли, вы боитесь развития, вы боитесь личностного роста. Вы боитесь, опять же, полагаться на себя. Вы не открыты опыту. На данный момент у меня стабильное состояние. Стабильное состояние для развития. Это комодоз. Для человека комодоз это... Это смерть, по сути. Смертвый и мертвый. Ну, такая вот. Переносный смысл. Метафор. Метафорическое такое выражение. Хотя продолжает циопатия. Да, проявление своих желаний. Ведь желание это боль. Для вас. Как я уже говорил, я отбил с тех пор стадии восстановления. Ну, вы можете быть стадии восстановления очень долго. На самом деле. Но это расставание мне очень сильно взломало, как личность. Можно сказать, я заново перерождаю. Ну, об этом я уже сказал. Тем не менее, я периодически наблюдаю за ним в соцсетях. На данный момент мне сложно полностью от этого отказаться. Эмоциональная зависимость продолжается. Я удалился из всех соцсетей. Боюсь, что она пишет. И мне не хочу этого. В то же время хочу. Почему не хотите? Почему хотите? Ладно, понимаете, что вам сложно отказаться. Потому что с этим у вас связаны определенные попредственности. Вот эти попредственности вам нужно осознать. Принять. И научиться их по-другому удовлетворять. И все. Эм, так. Когда я была в интернете, он периодически заходил на мою страницу. И что? Как это вас задевало? В общем, вчера я увидел его новое фото. Меня опять сожжало. Сердце начало сильно биться. Я поняла, что все еще его люблю. Ну, вы знаете, любовь, опять же, со драком не связана. Это не любовь. То, что вы описываете, это любовь. Это именно вы, знаете, как вот, как хищник почувствовали добычу. Я даже с локом не могу объяснить, чего боюсь. Болю. Болю. Вы боитесь боли, потому что расставание, вы вас приняли на существо плюс эмоциональная зависимость и растворение в человеке плюс прикладывание ответственности. Вот. То есть, тут ничего вот конкретного, да. Это все, что вы пишете, это как бы верхушка. Я понимаю, что я вообще могу его не видеть, но она тогда начинает думать о том, что как дура все время буду надеяться на встречу. Я запутал. Но это ваше желание, опять же. Да, ведь к любви это отношение не имеет, не имеет никакого, потому что с любовью все понятно всегда. И люблю, значит, хочу что-то отдать, хочу сделать счастливым, хочу чем-то поделиться, хочу что-то подарить. Все. У вас же история про то, что я хочу что-то получить для себя. Это не плохо, просто это не любовь. Я знаю одно, я знаю точно одно, что появился сильный страх, что не нужно никуда ехать, опять же, страх больный, страх нового опыта, страх развития. Мое сердце только-только зажило, и сейчас я могу снова сделать себя очень больно. Да, вы можете себе сделать очень больно, но если вы можете себе сделать очень больно, то это означает, что сердце у вас не зажило. Вы просто пребываете в иллюзии, что все хорошо. Ну, иллюзия это не то, что есть на самом деле. И меня это пугает, как вас пугает полагаться на себя и на свои чувства. Если я откажусь от поездки, то подведу очень близкого мне человека. Ну, про позицию жертвы я уже сказал. А в целом, я была бы радостной для обстановки, насладиться солнечной погодой, но когда жена об этом думает, начинает меня трясти и не могу успокоиться. Соответственно, опять же, да, это не про любовь, это про потребности. Как принять правильное решение? Никак. Разобраться в себе, в терапии. Я не знаю, сколько времени осталось, но разобраться в себе, снизить, начать уже сейчас, прямо сейчас работать с эмоциональной зависимостью. Вот. И снизить ее настолько, чтобы вы, если не могли завладать с чувствами, они будут у вас появляться, что вы хотя бы знали, что у вас есть альтернатива, что вы можете по-другому как-то поступать и так далее. Вот. Соответственно, исключительно такая. Вот. Ну, если смотреть глубже, да, то, вот, то, какой вы вступили в отношение с Мишили, и то, как вы восприняли Мишину, то есть, именно вот, имприн, говорит о некоторых проблемах у вас спрос. И о некоторых конфликтах, которые были еще до того, что вы с этим мужчиной познакомились. Возможно, конфликты идут из детства. Возможно. Такая вот история, я надеюсь, что помог вам. Да, жалеть вы будете всегда, потому что жалеют люди жалостки о том, что я что-то сделал, это то же самое и в той же сфере, что и про обиды. Понимаете? То есть, если человек склонен обижаться, он будет обижаться. Если человек склонен жалеть о чем-то, он будет жалеть о чем-то. Понимаете? Ведь жалеют о том, что сделали, ну, только те люди, которые считают, что у них есть выбор. То есть, те люди, которые, вот извините за такой высокий слов, не принимают свою человеческую природу. То есть, это люди, которые считают, что вот у них не просто человеческий выбор стоит, а у них какой-то выбор, знаете, ну, божественный, космический, космический, да? Вот. И такие люди считают. Они говорят, ой, я могла бы сделать лучше, я мог бы сделать лучше, ой, я сделал правильно, ой, я сделал неправильно. То есть, вот такие идут категории, но при этом, при этом, нет. Простите. Но, вот, как бы, о каких категориях можно вообще говорить, да? О каких правильных, неправильных поступках можно говорить. Вот человек что-то чувствует, да, вот человек что-то чувствует, и ему нужно поступить как-то, он берет и поступает. Потом, ситуация меняется, человек понимает, блин, надо было поступить по-другому, но, вот, я не поступил. Я не поступил по-другому. И, ну, как бы, как бы, вот, это, это, это так, понимаете, да? И все. И здесь, по-другому нельзя, то есть, вы, вы будете, ну, вот, вы будете жалеть о том, что сделали, так или иначе всегда. Это нормальная история, когда люди, ну, жалеют, а, в каких-то, вот, своих, ну, действиях, каких-то, своих поступках, это нормально. Абсолютно нормально. Вот, просто, к этому, вот, относиться, относиться нужно, а, как бы, ну, знаете, адекватно, я бы так сказал. Вот, а, для вас, вот, видимо, есть, ну, есть проблема, есть проблема. Да, понимаете, да? Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я буду, я буду благодарен вас за оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.